В прибытии черного квадрата в Самарский художественный музей немало символизма. Это именно та, четвертая, последняя версия, созданная легендарным авангардистом, которая впервые проявила себя миру относительно недавно, в 1993 году. И произошло это событие именно в Самаре. Мы присутствуем при историческом событии. Это без всякого ложного пафоса можно сделать такое заявление. Мы получили почти на месяц для экспонирования в залах нашего художественного музея тот черный квадрат, который несколько десятилетий провел в нашем городе и который имеет самарские корни. Возвращение полотна, хоть и временное, на историческую малую родину стало возможным благодаря программе Дни Ермитажа. 63-й регион участвует в проекте впервые в этом году. И как символично выставка черного квадрата пройдет в год 90-летия Анетты Бас, проработавшей в данном музее почти полстолетия. Анетта Яковлевна всем сердцем и душой мечтала, чтобы этот квадрат остался жить в нашем музее. И она очень много делала для того, чтобы Инкомбанк передал все-таки этот квадрат музею. Но получилось, как получилось. Сегодня мы отмечаем юбилейный год Анетты Яковлевны Бас. Ее мечта, черный квадрат, приехал к нам на Дни Ермитажа из Санкт-Петербурга. Отдельная графа то, как будет представлен зрителю символ неоискусства 20 века в Самаре. Нигде, кроме как в Самаре, вы не сможете прийти на аудиенцию к самому Казимиру Малевичу. По задумке архитекторов, именно в таком формате будет проходить выставка одной картины. Знаменитый черный квадрат будет располагаться здесь, в вершине кленообразного угла. Вы сможете погрузиться в этот космос, в черное пространство, олицетворяющее начало всех начал и конец одновременно, и уходить окрыленным, очищенным. Мы назвали этот проект именно «Черный квадрат-аудиенция». То есть черный квадрат смотрит на вас. И это вторая часть проекта, когда тени людей, перешедшие к нему, выходят из темноты небытия, через свет супрематизма, выходят к черному квадрату, как к некому космосу новому. Зритель встречается один на один к нему. То есть именно вся ситуация пространства сделана так, что нельзя подойти вдвоем. Авторы инсталляции решили повесить картину туда, где и сам Малевич впервые вывесил легендарный квадрат. Это традиционное место икон – красный угол. Так он символично поставил жирную точку на прошлых поисках искусства и дал начало новому течению. В Самару прибыла именно та работа, которая и провожала Малевича в последний путь. На последнем фото – его жена и дочь, и черный квадрат, который по завещании самого автора шел впереди траурной процессии. Увидеть легендарную работу можно будет до 20 декабря. С 27 по 30 ноября вход на выставку будет свободным. Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok